13 урок, вторая часть. Продолжаем знакомиться с прошедшим временем. Итак, рассмотрим сегодня глаголы, которые заканчиваются на , которые заканчиваются на и также на . Собственно, вот оно, наше правило. Рассмотрим на примере глагола . Какая особенность у этой группы глаголов? То, что буковка , которая стоит в основе , она меняется на букву А. В основе меняется на букву А везде, кроме множественного числа лично мужской формы. Здесь она остается сама собой, буковка . Давайте прочтем, как изменяется глагол иметь в прошедшем времени. Мужской род. Я читаю, пожалуйста, повторяйте со мной вслух. Я мяуэм, ты мяуэщ, он мяу. Женский род. Я мяуам, ты мяуащ, она мяуа. Род занияки, средний род. Оно мяуо. Здесь мы видим, что окончания у нас остались такие же. Меняется у нас буковка в основе. Множественное число, лично мужская форма. Мы мяуэщ, мы мяуэщ, мы мяуэщ. Также ударение мяуэщ, мы мяуэщ. Давайте потренируемся на каком-нибудь еще глаголе, например, ну не знаю, давайте розумечь, понимать. Я розумяуэм, то есть что мы здесь делаем? Вычеркиваем ч, у нас остается розуме, е, е меняется на а. Получается розумя. И ставим нужное окончание. Уэм. Розумяуэм, ты розумяуэщ, он розумяу. Женский род. Я розумяуам, ты розумяуащ, она розумяуа. Оно розумяуо. Лично мужская форма, буковка е, остается буковкой е. И мы скажем. Розумелищ мы, розумелище, розумели. Не лично мужская форма. Розумяуищ мы, розумяуище, розумяуим. Давайте пойдем к упражнениям, но для начала прочтем и переведем диалог. Школа глосса. Школа языковая называется глосса. Студенчи сон в сале, студенты в зале. Читаю и пишу майле. Шмейомще. Хавьер розмавя с мамой. Читают и пишут эмейлы. Смейутся. Хавьер разговаривает с мамой. Веш, килька дни тему, былым в музеум народовым. Оповядалось ми так дуже о виткацем, венц мущауим зубачыть образы. Ты знаешь, я несколько дней тому назад был в музее национальном. Ты рассказывала мне так много о виткацем, поэтому я должен был увидеть картины. Но проше не видяло же то есть так интересуемце для чебе. Мущау же пыталась, бухчалась быть милой. И як, ктурый образ чище подобал? Да ладно, я не знала, что это для тебя так интересно. Я думала, что ты спрашивал, потому что хотел быть милым. И как? Которая картина тебе понравилась? В этом диалоге мы видим выделенные слова, в которых как раз таки э в основе меняется на а. Хм, так на правде то не поментам. Былым в музеум, видяло им образы, але не поментам нить. Хм, ну на самом деле я не помню. Я был в музее, видел картины, но не помню ничего. Як то? Как это? Мами, я встретил там действительно пенькну девчину, красивую девушку. Не видел еще такой красивой женщины. И цо? Воляу, ищ рандка? И что, ты прикопачал свидание? Мажение, мечта. Он аняхчала земному розмавячь. Пропонувал им кавы, лоды, обяд, кино, выкенд в закопанном. Прошил им о номер телефона и ниц. Ага, мечта. Она не хотела со мной разговаривать. Я предлагал ей кофе, мороженое, обед, кино, выходные в закопанном. Просил ее номер телефона и ничего. И здесь обратите внимание, просил им о номер телефона. В польском языке, если мы просим о чем-то, просить о coś, то глагол идет всегда с предлогом о. Прошил им о номер телефона. Зупе у нее ниц? Совершенно ничего, абсолютно ничего. Ниц. Вначале она говорила, это приятно, но спасибо. Позже она говорила, извини, но у меня нет времени. Потом она говорила немного громче и хотела звонить в полицию. Но пришла охрана. И мужчинам пришлось меня выпровадить из музея. Я слышала, как они смеялись. А Анджела говорила, что польки обожают романтичных мужчин. Итак, перейдем с вами к упражнениям. Здесь у нас в скобочках написаны слова, которые как раз-таки заканчиваются на H. Это значит, что буковка Э в основе будет меняться при изменении в прошедшем времени на А. Остается буковка Э сама собой только в лично-мужской форме множественного числа. Итак, в скобочках у нас написано Ты род займэнский. Значит, мы смотрим мяуэщ, но здесь разные глаголы. Что мы с ними делаем? Мы вычеркиваем Ч. Э меняем на А. У нас остается ВЕ-ДЖА. И добавляем окончание Ты в мужском роде. ВЕ-ДЖА-Оэщ же он ест с Франции. Ты знал, что он из Франции. Дальше мы видим Ты род займэнский розумич. Ты род займэнский. Окончание ВЕ-Щ. Вычеркиваем Ч. Вместо Э меняем. Ставим букву А. Розумяуэщ. Чы розумяуэщ, что она мувила? Ты понимал, что она говорила? ХЧЕЧ. И видим Он. Значит, окончанием будет У. Чы вычеркиваем. У нас Э меняется на А. ХЧАУ. Получается. Он ХЧАУ студьёвачь История. Он хотел изучать Историю. Мы род займэнский мушич. Мы род займэнский. ЛИЩМЫ окончание. И остается буквка Э. Значит, мы скажем. ВЧОРЫЙ мушелищ мы брацать до дому на пехоты. Мы вчера должны были. Нам пришлось возвращаться домой пешком. ВИДЖЕЧ. Глагол ВИДЕЦ. И видим из-то имени Я. Поэтому мы возьмем и мужской, и женский род. Я ВИДЖАЛЭМ. Я ВИДЖАЛАМ. Тэгу профессора в ТАЧ. Я видел. Я видела этого профессора в театре. Ч. Вычеркиваем. Э меняем на А у нас ВИДЖАЛЭМ. ВИДЖАЛАМ. МАМИ и АНЖЕЛА. То ОНЕ. Значит, сюда рассмотрим подсказочку. ДВЕ ДЕВОЧКИ. НЕДУ МАЛЬЧИКОВ, НЕДУ МАЛЬЧИКОВ, НЕДУ МУЩИН. Значит, ЧАСОВНИК МЕЧ – МЯУИ. МАМИ и АНЖЕЛА МЯУИ ВЧОРАЙ ТЕСТ. У МАМИ АНЖЕЛЫ БЫЛ ВЧОРА ТЕСТ. КЕДЫ КАРОЛИНА. КАРОЛИНА, ТО ОНА. Смотрим с вами вот сюда подсказочку. КЕДЫ КАРОЛИНА. БЫЛА МАЛО, ВОЛЯЛА МАСЛО, НИЖ МАРГАРИНЫ. КАРОЛИНА БЫЛА МАЛЕНЬКО, НАПРЕДПОЧТАЛА МАСЛО, ЧЕМ МАРГАРИНЫ. БОЛЕЧ, ЧИВЫ ЧЁРКИВАМ, ЭМИНЕЙМ НА А, ВОЛЯЛА, ВА. Добавляем окончание. ЧЕДЖИЧ, УВЭ, ТО ОН. Значит, вот сюда рассмотрим. Будет окончание У, ЭМИНЕЦИНА А. ЩЕДЖАУ, УВЭ, ПРАЦОВАЛ ВЧОРЫ ИНТЕНСИВНЕ, И ДЛУГО ЩЕДЖАУ ПШЕД КОМПУТЕРАМ. УВЭ, РАБОТАЛ ВЧЕРА ИНТЕНСИВНЕ, ДОЛГО СИДЕЛ ПЕРЕД КОМПЮТЕРАМ, ЗА КОМПЮТЕРАМ. И есть два таких глагола, на которые мы, которым мы уделим особое отдельное внимание, которое нужно будет выучить, запомнить. Это часовник ЕЩЩ, КУШЭТЬ, благоу КУШЭТЬ, и часовник ИЩЩ, ПУЩЩ, ИТІ, ПАЙТІ. Но для начала мы прочтём и переведём диалог. Каролина ест в кухне, маме вешла до дома. Каролина на кухне, маме вошла в дом. Маме, хочешь? Мама уготувала обед. Маме, иди. Мама приготовила обед. Чы праша, мне естым голодна. Ядло мне венцей годзины темпу. Извини, я не голодна. Я кушала более-менее час назад. Мней, менее. Венцей, более. А вместе мне и венцей, более-менее. В русском языке мы говорим более-менее, в польском языке менее-более. Пошлышь мы дичь с Анджелом до японской рестаурации. Мы пошли сегодня с Анджелой в японский ресторан. О, и цо ядуща? Ой, што вы ели, што вы кушали? Традиционно, в зупе, мясо и суши. Традиционно, обычно, суп, мясо и суши. А не веш, чы тата и Кароль едли? А ты не знаешь, папа и Кароль кушали? Не вем, а я споткала Кароля преддомом. Муви уже заставил картка для мамы на столе. Я не знаю, но я встретила Кароля перед домом. Он говорил, что оставил лист бумаги, картка, бумажный лист. В данном случае имеется в виду записка, листок для мамы на столе. О, ест! Пошлышь мы с татом на матч. Не едлиш мы зупы. Але не марвчище купимы пиццы, Кароль. О, вот здесь лежит, вижу эту карточку, эту бумажку, записку. Мы пошли с папой на матч, может быть, футбольный какой-нибудь. Не кушали суп, но не беспокойтесь, мы купим пиццу, Кароль. Швецнє, знову пошли без мене. Отлично, знову пошли без мене. Итак, рассмотрим часовник ещь. Как он изменяется? Я читаю вслуху, подпирайте, пожалуйста, за мной. Мужской рот. Я ядуем. Ты ядуешь. Он яду. Женский рот. Я ядуам. Ты ядуешь. Она ядула. Третьний рот. Оно ядула. Лично мужская форма. Мы едлищмы. Вы едлище. Они едли. Не забываем про ударение. Едлищмы, едлище. Не лично мужская форма. Мы ядуешьмы. Вы ядуешьче. Они ядуем. Также помним про ударение. Ядуешьмы, ядуешьче. Давайте выполним упражнение. Здесь нам нужно из трех вариантов выбрать один правильный. Чи ты, и раз видим ты, значит, ядуешь. Чи ты ядуешь, юж барш червоный. Ты уже кушал красный борщ? Мами, маме, то он, а венц ядула. Мами, ядва, юж обед. Мами, кушала уже обед. Анжела и маме, то он, а венц ядлы. Анжела и маме, ядлы в японске ресторации. Мами, Анжела кушали в японском ресторане. Пан Гжегуш и Кароль, то они венц ядли. Пан Гжегуш и Кароль едли дзищая пицца. Пан Гжегуш и Кароль кушали сегодня пиццу. Каролина ест годна. Каролина голодна. Каролина – это она, он. Ешче не ядла обед. Яна еще не кушала обед. Они, смотрим в табличку подсказку, они по обеде едли десерт. Они после обеда кушали десерт. Дальше вы у нас. Что вы ядущи на снаданне? Что вы кушали на завтрак? Мы помним, что когда у нас мы, значит, окончание мы будет, когда вы, тогда окончание че, то здесь, ну, понятно, один вариант мы можем выбрать. Что вы кушали на завтрак? Том жлеща чуя. Том плохо себя чувствует. Том – это он, поэтому ядл. Не ядл дзищь снаданне. Он не ел сегодня завтрак. Пожалуйста, получите формы изменения в прошедшем времени глагола кушать. Ешь. Следующие глаголы, которые мы рассмотрим. Ищ, пусть. Идти, пойти. Я читаю вслух, вы повторяйте, пожалуйста, за мной. Род мужской. Я шэдуэм, пошэдуэм. Здесь мы читаем в двух вариантах. Я шёл, я пошёл. Ты шэдуэшь, пошэдуэшь. Он шэдл, пошэдл. Женский род, роды и женские. Я шлам, пошлам. Ты шлащ, пошлащ. Она шла, пошла. Внимание! Здесь не только разница в окончаниях между женским и мужским родом, но также в мужском роде. В глаголах движения у нас появляется эд. Эд. Пошэдуэм, пошлам. Пошэдуэщ, пошлащ. Пошэду, пошла. Средний род. Оно пошло. Личная мужская форма. Мы пошлищмы, шлищмы. Вы шлищче, пошлищче. Они шли, пошли. Не личная мужская форма. Мы швыщмы, пошвыщмы. Вы швыщче, пошвыщче. Оно швы, пошвы. Давайте прочтём три предложения. Кеды было малы, жадко ходил им до кино. Когда я был маленьким, я редко ходил в кино. Кеды шэдуэм до кино, падал дождь. Когда я шёл в кино, шёл дождь. Падал дождь. Вчоры пошэдуэм до кино на реверс. Вчера я пошёл в кино на реверс. То есть мы видим, здесь у нас показывает разница между глаголами ходить, идти, пойти. Я думаю, с этим у нас нет проблем. Всё аналогично, как и в русском языке. Давайте приступим к упражнению номер два. И здесь нам нужно ставить глагол. Пойти в правильную форму в прошедшем времени. Рассмотрим вначале пример. Чы паня Йоанна ест в дому? Паня Йоанна дома? Ниастэтэте не. Паня Йоанна, то она, венц, пошла. Ниастэтэте не пошла на закупы. К сожалению, нет, она пошла за покупками. Анджела и мами, вот сюда смотрим, они, две девчонки. Анджела и мами пошлы на обед до японской рестаурации. Анджела и мами пошли на обед в японский ресторан. Кароль и Пангжегош, они, а венц, пошли. Кароль и Пангжегош пошли на матч. Кароль и Пангжегош пошли на матч. Каролина не пошла дзищай до школы. Каролина не пошла сегодня в школу. Дальше мы видим мы родзай менски. То есть смотрим вот сюда. Пошлищ мы. Не пошлищ мы дзищай до кино, бо падал дэждж. Мы не пошли сегодня в кино, потому что шоу дождь, падал дождь. Дальше ты родзай женский. Значит пошлащ. Пошлащ сама до театру. Ты пошла одна в театр. По поудню Адам, Адам, то он ведь пошеду. По поудню Адам пошеду на тренинг. После обеда Адам пошел на тренировку. ДЛАЧЕГУ НЕ ВЫ РОДЗАЙМЕНСКИ СМОТРИМ. ПОШЛИЩЕ. ДЛАЧЕГУ НЕ ПОШЛИЩЕ ВЧОРАЙ НА КОНЦЕРТ. ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОШЛИ ВЧЕРА НА КОНЦЕРТ. Видим в скобочках Я в следующем предложении. Значит возьмем и мужской род и женский род. ПОШЭДУЕМ. ПОШЛАМ. РАНО ДО ПЕКАРНЮ. ПО ХЛЕБ И БУЛКИ. Я пошел, я пошла утром в пекарню за хлебом и булками. Еще раз внимание. Когда я мужчина, ты мужчина, он мужчина. То есть единственное число и мужского рода. В основе слова в серединке у нас есть ЭД, ЭД, ЭД. ПОШЭДУЕМ. Женский род ПОШЛАМ. ПОШЭДУЕШ. ПОШЛАШ. ПОШЭДУ. ПОШЛАМ. Внимание и запоминаем. ГДЕ БЫЛЫЩЧЕ. ГДЕ ВЫ БЫЛИ. И как отвечать, мы понимаем по вопросу. БЫЛЫЩЧЕ. Значит не лично мужская форма. Нет мужчин. Как мы понимаем по У. Правильно? БЫЛЫЩЧЕ. И значит отвечаем, что мы были, мы без мужчин. ПОШЛЫЩМЫ НА ХВИЛЕ ДО ТЕГУ С КЛЕПУ. Мы пошли на минуточку, на мгновение в этот магазин. ВЫ РОДЗАЙЖЕНСКИ. ПОШЛЫЩЧЕ. ПОШЛЫЩЧЕ ВЧОРЫ ДО ФРЫЗЬЕРА. ТАК НЕ ВИДАЧ. ВЫ ПОШЛИ ВЧЕРА К ПАРИХМАХЕРУ? ДА, НЕ ВИДНО. Хорошо, и прочитаем текст о Виткацем, о котором рассказывала маме так много, и на который пошёл смотреть Хавьер, на чьи картины пошёл смотреть Хавьер, но засмотрелась она женщин, на девушек. КЕМ БЫЛ ВИДКАЦЕЙ? КЕМ БЫЛ ВИДКЕВИЧ ВИДКАЦЕЙ? Здесь у нас также стоят в скобочках глаголы, скобочки нужно открыть и поставить глагол в правильную форму в прошедшем времени. Читаем, переводим. ВИДКАЦЕЙ ТО ПСЕВДОНИМ. Так на правде артиста, называвший Станислав Игнаци Виткевич, и был популярным малажем, писажем, драматургем и филозофом. ВИДКАЦЕЙ – это псевдоним. Так на самом деле артиста, художника звали Станислав Игнаци Виткевич, и был он популярным художником, писателем, драматургом и филозофом, уродившим в Варшаве в 1885-м року, а поздней мешкал в Закопанном. Он родился в Варшаве в 1885 году, а позже он жил в Закопанном. Его мама была научительником музыки, а тата был знаным крытыком и малажем. Его мама была учительницей музыки, а папа был знаменитым критиком и художником. Ойчиц ВИДКАЦЕГО был бардзо консерватывный, нехча уже бы его сын ходил до школы. Отец ВИДКА, нашего ВИДКЕВИЧа, художника, был очень консервативный. Он не хотел, чтобы его сын ходил в школу. И ОЙЧЦКОГО ВИДКАЦЕГО, почему так происходит? Смотрите, ВИДКАЦЕГО, если имя или фамилия заканчивается на У, например, а это окончание прилагательного, то такие слова изменяются по падежам, также по правилам прилагательного, имеют окончание прилагательного. Так, где мы остановились? Вот здесь. ДЛАТЕГО МАЛЫ СТАЩ УЧИУЩЕ ТЫЛКО В ДОМУ. ПАЭТОМУ МАЛЕНЬКИЙ СТАЩ УЧИЛСЯ ТОЛЬКО ДОМУ. КЕДЫ МЯЛ ДВАДЕЩ ЧАЛАТ В БРЕВ ВОЛИ ОТЦА, ПШЕПРУВАДИЮЩЕ ДО КРАКОВА, И ЗАЧУЛ СТУДЬЮВАЧ НА АСП. Против, когда он имел 20 лет, когда ему было 20 лет, против воли отца он переехал в Краков и начал учиться на АСП. То есть какое-то высшее учебное заведение называется студьёвочь. Когда мы учимся где-то в высшем учебном заведении, мы студьюем, учимся. И обратите внимание, что в прошедшем времени перед У, то есть Эль с креской, если стоит А с огонки или Э с огонки, то вот эти хвостики не произносятся. Мы читаем О или Э просто чистыми звуками. ЗАЧУЛ, то есть неправильно будет сказать ЗАЧУЛ, нет, просто ЗАЧУЛ. ДУЖО ПОДРУЖОВАУ, ЧЫТАУ, МАЛОВАУ, ФОТОГРАФОВАУУ. Он много путешествовал, читал, рисовал, фотографировал. БЫЛ БАРДЗО УТАЛЕНТУВАНЫ, он был очень талантлив, РЕАЛИЗОВАУЩЕ ЯКО АРТЫСТА, АЛЕ В ЖИЧУ ОСОБИСТАМ НЕ МЯЛ СЧЭНСТЯ. Он реализовался как художник, но в личной жизни у него не было счастья. Попелнил самобуйство, кеды мяу 54 лета. Он совершил самоубийство, когда ему было 54 года. Был шалоном, але едночешне гениальным артистом. Он был сумасшедшим, но одновременно гениальным художником. Вот такие картины рисовал Литкевич. Можно в интернете больше посмотреть и знакомиться, а мы с вами идем дальше. Чвеченье номер четыре, упражнение номер четыре. Что он робил в зешем тыгодне? Что он делал на прошлой неделе? Рано, утром, шедпоуднем, до обеда, пополудней, после обеда, вечером, вечером. Также у нас есть дни недели. Понеджавек, вторых, шрадок, шварток, пьонток, суббота, неделя. Вспоминаем название дни недели. И написано, что он делал в инфинитиве. А нам надо красиво сказать. Например, что он робил рано в понеделок? Рано в понеделок он встал в чешне. Он встал рано. Например, что он робил пред поуднем в чварток? В шедпоуднем в чварток он звонил до коллеги. Например, он звонил своему другу. Что он робил по поудню в пьонток? Что он делал после обеда в пятницу? По поудню в пьонток он был у дентысты. Например, он был у стоматолога. Я оставлю ссылку на презентацию под видео. Можно будет почитать подробно. А также у меня к вам есть такая просьба, домашнее задание. Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста.